Сегодня Русская Церковь чтит память двух своих подвижников, благоверных князей, чье христианское житие и труды послужили утверждению нашего Отечества, святых Александра Невского и Даниила Московского. Представитель Русской Церкви по случаю торжества совершил сегодня Божественную Литургию в Свято-Даниловом монастыре Российской столицы. Оттуда наш телеканал вел прямую трансляцию богослужения. А накануне в столице отмечали другое торжество. Закончена реставрация Малого Собора Донского монастыря. В год 425-летия со дня его основания это стало главным событием празднования юбилейной даты. Малый Собор был построен еще в конце 16 века в память чудесного избавления Москвы от хана Козыгирея. Здесь молились русские цари и именно в нем в 1992 году были обретены мощи патриарха Тихона. Реставрационные работы в Малом Донском Соборе продолжались последние два года. В связи с их завершением святейший патриарх Кирилл осветил обновленный храм. Сюжет Галины Ледвиной. Первый Собор монастыря в честь Донской иконы Божьей Матери, который называют Малой, был заложен в 1591 году. Различные ремонтные работы почти до неузнаваемости изменили его образ. За два года реставрации Собор обрел первоначальный вид. За основу был взят храм-памятник 17 века. Отреставрированы фасады. Строители как снаружи храма, так и внутри него на 80 сантиметров срезали земляной культурный слой. Эконостас восстановлен в соответствии с описанием и фотографиями, которые сохранились. В Собор провели отопление, свет, воду. Такие грандиозные работы были проведены впервые. Песня «Святейший патриарх Московский» Сеяруси Кирилл совершил великое освящение обновленного собора в праздник усекновения главы пророка-предсечи-крестителя Господня Иоанна. Престол был освящен в честь Донской иконы Божьей Матери. Господи Божий наш, ищи и сему храм, ныне благословимые во имя Создательства, святые Богородницы, родничественные и иконы Донские, ко славе Твоей, единородного Твоего Сына и Всесвятаго Твоего Духа, Сан Бесмертный Великодорит и Царю, поменящий Дроту Твоей, милость Твоя, яко от века Суд, и да не возглушаешься нас, множеству нас поверменных грехов, и же разрушишься заветом Твоего нашей ради нечистоты. Великое освящение – это особый чин, в котором Церковь относится к зданию почти как к живому человеку. О нем молятся, окропляют стены святой водой и помазывают миром, как помазывается человек, входящий в Церковь во Святом Крещении. Патриарх молился Богу о том, чтобы он сотворил это здание, выстроенное человеческими руками, жилищем себе, о том, чтобы утвердил его до скончания века. Очистишься, омывшими, пача снега, убедишься, слухом, упомядася, радости, веселья, возгладываются кости на беременные, отвратилице Твоя, грех мое, вся беззаконие мое, очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, иду в прах обновиву у крови моей. По совершении чина освящения предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжества. Говоря о возрождении Малого Собора, патриарх отметил. Это пример того, как Церковь может работать с научным и художественным сообществом, и как научное и художественное сообщество может работать с Церковью. Не было ни одного конфликта, хотя иногда выдвигались разные точки зрения, но через тщательные исследования вопроса добивались лучшего результата. И сегодня вы можете видеть во всей красоте возрожденный Малый Донской Собор всей Святой Обители. За активное участие в восстановлении храма его святейшество поблагодарил наместника обители Владыку Парамона, всех жертвователей и благотворителей московской власти. Великое освящение Малого Собора продолжилось праздничной литургией с участием Святейшего в Большом Соборе Обители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова